Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Галина Конышева. Сегодня 29 октября 2020 года. И интересная информация от Светланы Серебряковой, которая занимается документами по ЖКХ, но сама борется за свои права, в том числе судится. Она вот два года не платит за ЖКХ. Я пока никого ни к чему не призываю, потому что здесь надо разобраться. Так вот, она нашла интересный правовой пробел, который очень смахивает на коррупционную составляющую и на мошенническую схему. Она нашла так называемый тройственный союз и некие мёртвые души, и то, что из бюджета у нас всё оплачено. Вот такая есть информация. Конечно, это не новая информация, её уже много в интернете, но мы каждый должны сам разобраться, мы каждый должны дойти своим умом, разобрать по косточкам эту ситуацию. За нас это никто не сделает. Мы должны это всё осознать массово, народным своим сознанием. Только тогда у нас что-то получится. Свет, продолжаем. Ага. А дальше почему мы остановились? Про тройственный союз. Да, про тройственный союз. Получается, понимаете, здесь подвод получается. Нам они представляются как управляющая компания, заключаются нами договора как управляющая компания, а в этом тройственном союзе выступают поставщиками. Угу. Так, я и говорю, где здесь зарыта собака? Ну, это прослойка, это просто отмывка денег. Вот они, с одной стороны, нам они выставляют одну ширму, а на самом деле с банком, они по-другому, у них другой договор, они идут как поставщики, и они получают вот эти все деньги от государства. Они получают, они не от государства, они от людей получают. От государства деньги уже ушли в ресурсы, снабжающие организации, а это деньги, которые граждане платят на свои счета, транзитные счета. Банк ВТБ, банк перекидывает, опять управляет. Так, теперь нам надо доказать, что государство оплачивает из бюджета ресурсы, снабжающие организации. Вот это мы доказали, что они здесь отмывают. Надо еще доказать, что они, они эти деньги ресурсам не отправляют наши деньги. А для этого, для этого и нужен договор, договор с ресурсом, снабжающей организацией. То есть надо определить, а кто же у нас ресурс? Так. Кто же нам поставляет ресурсы? То есть здесь поставщик, то есть получается по этому договору. Ресурсы снабжающей организации, поставщик всех. То есть у нас сейчас номер X, этот самый ресурс. Мы его сейчас пока не нашли, да? Он у нас скрыт. Он у нас скрыт, потому что договоров они не дают. Они не дают. Не дают даже через суд? Они суд, нет, они тоже через суд не дали. Они сказали, что это не важно, это дело не касается. Ну, надо нам, зрителям, это все отправить, чтобы юристы тоже все подумали над этим всем. Я этот договор тогда, ты сам, ссылку, да, на него? Я смотрела, это вот положение, именно вот об этих квитанциях. Потому что очень много было разговоров о квитанциях, которые нам приходят, что это оферта. Вот тут вот надо просмотреть, то есть в этом договоре вот все тоже прописано, все про это. Кто их печатает, неизвестно. Вот я, допустим, не знаю. У нас в подъезде умерла бабушка уже 4 месяца назад. То есть уже ее определили как умершую. У нее нет наследников, квартира закрыта. А квитанции губ оплатили. И что ты это скажешь на это вот, как это? У них нет данных, что ли, или что? Ну, данные у них должны быть, они есть, потому что она зарегистрирована. Приезжала полиция, приезжали протоколы составляют. Квитанции идут в почтовый ящик? Да, квитанции идут в почтовый ящик. И кому они их шлют-то, кто будет оплачивать? А вот на адрес вот этой умершей бабушки, которая закрыта дверь, которая печатала дверь. То есть получается, что умерший человек, он до сих пор где-то в каких-то реестрах числится. Как живой, мертвые души. Да, то есть он как живой, значит, получается, с бюджета, которые были заложены деньги, это мое мнение лично, заложены были деньги бюджетные на ее оплату. Конец года, они до конца должны, это был август месяц. То есть куда-то эти деньги уходят из бюджета, а квитанции приходят. Все понятно. Ну, естественно, это как хорошо-то, какая прелесть-то. Сколько таких умерших одиноких, на которых можно списывать бюджетные деньги? Да, то есть получается там целая стопка. То есть управляющая организация знает, что она уже умерла, потому что это муниципальная квартира. То есть естественно, муниципалитет и там в управе знают, что квартира освободилась. А квитанции-то идут, поэтому кто вот печатает эти квитанции, я вот честно сказать, я это не знаю. То есть у нас пока мы сейчас, у нас есть некий состав, похожий на преступление, мошенничество, и мы вот хотим разобраться, да, как народ, единственная власть, высшая власть в этой стране, только что мы по милиционерам ликбез прочитали, полиционерам, пардон. Когда будут милиционерами, тогда они, вот пока полиционеры. Вот, и соответственно нам нужно выяснить, кто же тут этот самый, где договор с ресурсами. Кто у нас ресурсы? Кто заведует ресурсами, да, они же должны договоры. То есть мы потеряли ресурсную вот эту организацию договор с ней, они ее куда-то скрыли. Через нее они списывают бюджет, а с нас берут деньги. То есть у нас двойное обложение идет. Конечно. И получается, что деньги, которые люди платят, они возвращаются в управляющую компанию, на счет управляющей компании, как они дальше распределяются? Неизвестно. Понятно. То есть люди сказали, что именно банк распределяет, отдает ресурсникам. Значит у них сговор здесь получается с банком, управляющей компанией. Понятно. Поэтому вот эти тростные договоры, я была очень... В телевизоре, когда я еще смотрела телевизор, когда еще не было интернета, когда только образовывались эти управляющие компании, была какая-то такая передача, где Проклова ее еще вела. Там что-то они с управляющими компаниями, что хорошо, что нехорошо, а ты не знаешь, что ССЖ это то же самое, что и управляющие, или у них как-то по-другому? ССЖ там, наверное, что-то по-другому. Товарищество. Я поняла. Товарищество, вот там... А кооперативы, вот интересно. Ну вообще, как таковых кооперативов уже нет. Вообще все жилье, вообще по закону, оно принадлежит городу Москве. Это государственные жилья. То есть даже кооперативные квартиры, как бы мы еще себя велеем, что это кооперативные квартиры. Они уже у нас отобрали по документам, да? Ну в смысле не государственные, а вот этой вот компанией. По документам по закону их отобрали, конечно. То есть все жилье в городе принадлежит муниципалитет. Это все государственные жилья. Компанией, вот причем, что самое интересное, мы переходим к другому вопросу. Это вот единый личный документ. Это вот ксерокопия, а это вот кооператив. Это мы брали в инфоцинах квартирами свои. Вот переходим к чему. Вот смотрите, по собственности. Здесь написано вид заселения. То есть как заселение? Частная собственность. А по законам везде нам пишут право собственности. Да, право собственности. Вы имеете право собственности, да. То есть право собственности и частная собственность. Это разные правовые нормы. Это две разные правовые нормы. Хотя вот здесь вот пишут вид заселения. То есть на каком основании человека заселили в квартиру. А, это вот ты говоришь, что это документы, это же ищные, да? Это наши, это вот наши. То есть я тут все зачерпываю. Ну, правильно, правильно, да. Вот, то есть вот документ свежий. Свежий, да, 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 я вижу, 19-го, 10-го, 20-го. Да, то есть свежий документ. То есть вот это к тому, что здесь опять они пишут частная собственность, на основании частной собственности, а все документы у нас нам дают на право собственности. Тоже надо разобраться в этом. Конечно. Так, а теперь вот по этому это вот я...